МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Оценить жизненно важные объекты. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Барнаул. Том Сойер собирается отреставрировать старинное здание в Барнауле. Кто стоит за добрым делом и кто к нему может присоединиться? Семейная драма в барнаульском зоопарке. Почему от маленьких канадских пум отказалась их мать? И что теперь будет с котятами? Сегодня Алтайский край посетил важный гость. С рабочим виситом в Барнаул прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Первым объектом, который он посетил, стал новый корпус 14-й поликлиники, который должны скоро сдать. Это будет самый современный и крупный филиал поликлиники в индустриальном районе. У властей на него большие планы. Корпус должен решить вопрос доступности медицины для быстро развивающегося и самого многочисленного муниципалитета Барнаула. Поликлинику начали строить в 2020 году. Пандемия затормозила процесс. Затем на замедление темпов повлиял рост цен на стройматериалы и оборудование, из-за чего пришлось корректировать смету. Конечная стоимость объекта превысила полтора миллиарда рублей. Возводят его при поддержке федерального правительства в рамках нацпроекта здравоохранения. В обновленной поликлинике будут принимать до 900 человек в день. В корпусе расположится диагностическая база, кабинеты неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар. За счет средств краевого бюджета уже закупили томограф, люрограф, рентгенаппараты и мамографы, подчеркнул Виктор Томенко. Губернатор добавил, что в Алтайском крае самая большая сеть медучреждений в Сибири. Это требует серьезных расходов на ее поддержание. Поэтому правительство края держит постоянную связь с Минздравом России и признателен ведомству за поддержку краевых решений. В 14-й поликлинике кадровый вопрос практически решен. Штат почти сформирован. Но для многих медучреждений края и страны в целом этот вопрос стоит остро. Для высшего образования хочу отметить, что у нас на 26% увеличилось количество мест за последние 4 года. И это относится к специалитету. И практически в два раза увеличилось количество подготовки специалистов в ординатуре. А запрос на узких специалистов высокий. Поэтому это уже реализовано. Затем министр федерального ведомства посетил строительство нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны для здоровья, материнства и детства. А также побывал в медицинском колледже. Михаил Мурашко посетил центр, в котором будущие медсестры и фельдшеры отрабатывают практические навыки. И высоко оценил его оснащенность и пользу от такой подготовки для студентов-медиков. Также он добавил, что для врачей и специалистов среднего звена в стране реализуются 8 мер поддержки. В Барнауле продолжают перекрывать дороги в связи с ремонтом тепловой сети. Ранее с этой проблемой автомобилисты столкнулись на участке Витебской и Веры Кащеевой. На этот раз работы ведутся по всей ширине улицы Партизанской от участка от проспекта Комсомольского до здания номер 61. Ограничения на проезд здесь будут действовать вплоть до 1 октября. Также до 20 сентября для ремонта точечно перекрывают промежутки на улице Песчаная. Вскоре сложности с проездом будут также на улице Промышленная и Комсомольском проспекте. Администрация города просит автомобилистов заранее продумывать маршруты, чтобы сэкономить время себе и не мешать рабочим. 1 сентября в Тальменском районе откроется новая школа на 550 мест. Это современное образовательное учреждение, которому могут позавидовать не только сельские ученики, но и городские. Новая мебель, современное оборудование и база для занятий наукой, спортом и творчеством. Готовую к открытию школу посетил губернатор Виктор Томенко. Комплексный подход к обучению. В Тальменском районе 1 сентября откроют не просто школу, а образовательный центр, где есть все для развития. Большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая, кабинеты с мультимедийной техникой и современным оборудованием. Например, для уроков химии приобрели цифровые лаборатории. А в планах школы пойти еще дальше и запустить специальные образовательные центры. Мы с 1 сентября на базе кабинета химии, биологии, физики, информатики будем открывать точку роста естественно-научного и технологического направления. И мы хотим с 1 класса уже начальную школу, там у нас тоже много оборудования вот такого для детей, с 1 по 4 класс тоже будет точка роста. Благодаря федеральной поддержке и финансированию из краевого бюджета на строительство было направлено 725 миллионов рублей. За 5 лет в Алтайском крае отремонтировали 444 школы и ввели 10 новых. Кроме Тальменки, двери нового образовательного учреждения откроют в Барнауле, Власихе, Покровке, Родинского района. Виктор Томенко был приятно удивлен уровнем, который создали для образования и всестороннего развития тальменских детей. И подчеркнул, алтайский сельский стандарт должен включать в себя развитие всей сельской инфраструктуры. Способствует этому и появление новых предприятий. Так, к концу 2024 года в районе должны запустить современный животноводческий комплекс на более чем 6 тысяч коров. Один из коровников уже построили. Эту зиму там провели 1200 голов молодняка. По замечанию владельцев комплекса, это самые высокопродуктивные коровы в мире. Всего коровников будет 6 и еще один родильный блок. Первые роды на предприятии примут уже в августе, что запустит процесс производства молока. Через месяц мы запускаем дойку. Привозим первые 300 голов, которые будут выполнять роль наставников. 300 коров. Да, Штефан рассказал тогда, да, я помню. Они пойдут на карусели, будут молодежи показывать, как нужно себя вести. Не надо переживать, стрессовать, нужно просто спокойно. Знать, что делать. Три раза в день заходить на дойку. В планах компании ежегодно получать минимум 56 тысяч тонн молока. Виктор Томенко оценил масштаб будущего предприятия и признался, что такие компании и становятся драйверами для развития сел. В проект инвестируют около 3,5 миллиардов рублей. Вкладывают и в обучение будущих кадров. Речь идет о подготовке доярок, сходников, ассиминаторов, слесарей. Всего здесь намерены трудоустроить больше 200 сотрудников и построить жилье для тех из них, кто приедет на работу в Тальминский район. Все молоко, произведенное комплексом, планируют сбывать в Алтайском крае. Анастасия Дороган, день с толком. Они помогают физически и психологически. Несмотря на возраст, дают фору молодым по энергии и жизнелюбию. Следующая новость об обществе добровольцев 60+, также из Тальминского района. Серебряные волонтеры за последнее время собрали и отправили бойцам спецоперации несколько тонн ценного груза. Я рад, что люди помоложе, люди активность такую проявляют и такое отношение свое формируют. И вовлекают и старших наших, и тех, кто в тяжелой ситуации оказался, надо стараться из нее выйти. Кроме того, волонтеры активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, а также выступают наставниками для детей и молодежи. Виктор Томенко подчеркнул, что в крае стремятся отвечать пожилым людям тем же вниманием. В частности, ввели такую меру поддержки, как выплаты детям войны. А в июле на Алтае стартовал марафон долголетия, в рамках которого организовывают концерты и спартакиады, туристические поездки и другие мероприятия. В центре Барнаула отреставрируют старинное деревянное здание. К работам приступят уже завтра. Поучаствовать в реставрации фасада исторического дома сможет любой желающий. Подробнее расскажет Юлия Щепина. Том Сойер, как считают многие, гениальный прораб всех времен и народов. Одноименный фестиваль призывает сделать город лучше и сохранить его историю. Так, под руководством профессионалов, любой неравнодушный сможет стать причастным к восстановлению исторической среды. В команде у нас есть профессиональные архитекторы, профессиональные строители, то есть люди, которые действительно в этом разбираются и в истории, и в методиках восстановления. Поэтому я абсолютно спокойна, то есть меня окружают профессионалы. Том Сойерфест берет свои корни из Самары. Так, с 2015 года по всей стране восстановлено больше 160 домов и ценных объектов среды. Дело благородное, однако волонтерам приходится сталкиваться с трудностями. Это недостаток финансов, людей и оборудования. Мы решили поучаствовать в волонтерстве, поучаствовать в восстановлении исторических зданий. У волонтеров возникла сложность в строительных лесах. Мы их привезли, помогли. Дом двухэтажный, обладает более чем столетней историей, а масштаб работ значительный. Здесь были утрачены деревянные элементы, очень красивые ставни, они сохранились. То есть у нас есть понимание, как они выглядели первозданно. Мы их восстанавливаем и договорились, что заново ставим. То есть окна станутся пластиковые, но будут оформлены уже как было раньше. Дерево не крашено, но хорошо сохранилось. Поэтому важно очистить его от пыли и грязи. После ребята планируют покрасить фасад в светлые тона. Кстати, это уже второй по счету дом на восстановление. Первый уже отреставрированный находится по соседству. Когда мы выбираем дома, мы опираемся на несколько таких факторов. Во-первых, это сама историчность дома. То есть не официально признанная, а некая ценность его с точки зрения визуальной, эстетической и памяти горожан. Второе, это наши возможности, то, что мы можем привнести в этот дом. То есть есть ли у нас сила его восстановить, будет ли это действительно заметно. И третий момент, наверное, из таких самых важных, это отношения самих жителей. Вообще, живу с самого рождения, как только родилась уже 21 год в этом доме. Очень нравится центр. Дом красивый, хороший. Вообще, очень здорово, потому что, когда дом только строился, он, конечно, значительно лучше выглядел, чем сейчас. Потому что старость все-таки берет свое. Поэтому это отличная идея. Думаю, что улица, в принципе, очень хорошо преобразится. Примерно через полтора-два месяца барнаульцы увидят обновленный фасад здания. У организаторов есть идея восстановить не только один дом, а значительную часть улицы Анатолия. Всех желающих ждут завтра по адресу Анатолия 162 в 16.00. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае масштабно отметили Международный день шахмат. В некоторых районах организовали соревнования, а в Барнауле и в Бийске прошли сеансы одновременной игры. Это развлекательный формат, где против одного профессионала выступают множество любителей. Как у мастера получается играть в таких условиях и какая еще функция помимо развлекательной есть у подобного шоу, смотрите в сюжете Данила Кузнецова. Улица Молотобольская на один вечер превратилась в школу шахмат под предводительством опытных мастеров. Сеанс одновременной игры на нескольких десятках досок можно назвать групповым уроком, где собрались как профессионалы, так и любители. Мой ребенок занимается шахматами и невольно, даже если ты ничего не понимаешь о шахматах, но когда тренер разбирает с ребенком партию, это очень интересно. И кажется, что ты все понимаешь, что такие сражения интересные, думаешь, ну как же ты там не увидел, как нужно было сходить, там это действительно нужно было так сходить. По правилам профессионал ходит от доски к доске и делает ходы за белые фигуры, ограничений по времени нет, главное доиграть партию, поэтому где-то шахматист может задержаться, чтобы подумать. Кстати, каждый мастер сеанс ведет по-своему, кто-то держит в голове все позиции, а кто-то надеется на мастерство. Если есть опыт, то мне, например, достаточно легко все это удерживать в голове, я могу делать ход абсолютно интуитивно, не рассчитывая варианты. А моим соперникам приходится напрягаться, постоянно прилагать максимум усилий, чтобы бороться. Но опять же, если никогда человек не играл в сеансах, даже профессиональный шахматист, ему будет достаточно сложно проявить себя. В сеанс одновременной игры был придуман скорее как развлекательный формат шахмат, позволяющий показать, насколько удивителен человеческий мозг. Однако есть в этом и обучающий элемент. Я записываю ходы, чтобы проанализировать потом партию дома и улучшать качество игры. А через что будешь анализировать? Сам через себя, еще через ток фиш можно. Такой компьютерный. Несмотря на то, что многие игроки регистрировались заранее, на свободное место можно было сесть любому прохожему. Кстати, большинство участников – дети. Они узнали о мероприятии с шахматных кружков. Несмотря на большую разницу в возрасте и мастерстве, таких соперников нельзя недооценивать. Например, 10-летний Давид мастера Фиде обыграл и получил за это подарок – биографию Бориса Гельфанда. Она решила напасть конем на ферзя и слона, но не заметила, как я нападал на пешку. И этим способом я поставил мат. Она была в рокировке. Вообще, Международный день шахмат в Алтайском крае настолько масштабно отметили впервые. Началось все с соревнований в Ребрихе. Еще в краевой столице были баталии в Блице. Сеансы одновременной игры, помимо Барнаульского Арбата, прошли также в Изумрудном. Мы проводили локальные турниры, мы проводили сеансы одновременной игры. Но это были такие очень точечные события, как правило, только в Барнауле. Сегодня у нас, например, еще и в Биске проходит два сеанса одновременной игры. Там тоже на центральной площади. Продолжение шахматного праздника будет уже на этих выходных. В Барнауле начнется сразу два этапа Кубка России по классике. Один для мужчин, другой для женщин. Общий призовой фонд составит более миллиона рублей. Данил Кузнецов. День с толком. Шукшинские дни на Алтае подходят к своему завершению. Так, очередной насыщенный день прошел и сегодня. Краевые литературные чтения, встреча с писателями, показы кинокартин, тематические экскурсии по памятным местам села Сростки. И уже завтра там состоится церемония закрытия. Награждение победителей и вручение главного приза – вазы из Ревневской яшмы, уменьшенной копией экспоната из Эрмитажа, пройдет на горе Пикет. Напомним, в рамках фестиваля провели более 60 мероприятий и показали более 40 фильмов. Завтра на малой родине Василия Макарыча зрителей ждет не менее интересная программа. Творческая встреча с писателями, фестиваль народного творчества, фестиваль пирога, выставки. В 16.00 стартует художественно-публицистическая программа «На горе Пикет», а в 18.00 концертная программа вокалиста и композитора Николая Емелина. На этой неделе фестиваля от многих деятелей культуры часто звучит такая мысль. Шукшины рождаются и сегодня. Поэтому в регионах нужно создавать условия для их реализации и раскрытия талантов. Ведь хорошего кино должно быть больше. И вот вам интересное совпадение. Сегодня утром 24-летняя жительница с Росток родила ребенка прямо в машине скорой помощи по пути в больницу. Поступил вызов в 4.33. Мы выехали, четвертые роды, скорые роды. Приезжаем, девушка выходит уже без схваток, уже их и не было схваток у нее, то есть потуги. Сели в машину и поехали. Весь родовой комплект под рукой. Фельдшер в тандеме с медсестрой распаковали акушерский набор и благополучно приняли стремительные роды. Маму и малышку доставили в больницу. Девочку назвали Кирой. Я-то их не вижу, я-то за рулем. Ехали, говорю, был один, приехали двое. Кто знает, может быть, именно сегодня на свет появилась будущая кинематографа. Ну а мы переходим к другой теме. Любовь зла, особенно когда в ней страдают дети. Притом, такое бывает не только у людей. Архив истории Барнаульского зоопарка пополнил грустный случай о двух канадских пумах, которых бросила мать. Почему она это сделала и что теперь с ними будет, расскажет Данил Кузнецов. Эти милые маленькие детеныши канадской пумы появились на свет в июне. За это время уже приспособились к жизни в зоопарке. Едят мясо, посетители не стесняются и свободно передвигаются по вольеру. Особенно по утрам. Спокойного самца назвали Степой ради созвучности с сестрой Клепой. А вот девочка имя получила от мамы Кнопы. Поэтому самка, подобно родительнице, вышла более нервной и чуть не съела нашу съемочную группу. Это еще они более-менее спокойные, потому что в последнее время жили отдельно от мамы и выкармливались людьми при помощи смеси и козьего молока. Обычно в дикой природе самка пумы охраняет своих детенышей 2-3 года. Однако у Клепы и Степы мать немножко нерадивая. И после того, как она их родила, просто забыла о них. Чуть больше месяца Кнопа все же кормила малышей молоком. За время жизни с ней они переняли ее привычки и были ко всем агрессивны. Однако потом мать начала таскать их за шкирку и выкидывать из вольера. Ей хотелось побыть с любимым наедине. У них у обоих очень сложный характер. Когда у нас начинается период спаривания, происходит это у нас очень сложно. Мы их начинаем соединять, Роня ее обижает, она и его. И вот это вот дня 3-4, вот мы ходим, то открываем, то закрываем. В этой паре это уже второе потомство. Первые детеныши появились 4 года назад и переехали в другие зоопарки. Такая же участь ожидает Клепу и Степу. Вчера, допустим, уже поздно вечером пришла заявка из Крыма, из крымского зоопарка о том, что они хотели бы приобрести пуму. Вот одна у нас девочка запланирована на Новосибирск. Если сегодня ответ придет из Крыма, значит, едет в Крым. Однако сначала нужно поставить все вакцины и подготовить документы для отправки. О своем переезде пумы пока не знают и спокойно отдыхают в домике или тешатся с детскими игрушками. Не подозревает и Кнопа, которая променяла свои материнские инстинкты на гормональные качели, ведущие в никуда. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. А мы продолжаем опрашивать жителей Крымой столицы, о чем они мечтают в масштабах города и что пожелали бы Барнаулу накануне его дня рождения. Отмечать его будут, напомним, 2 сентября. Как признались опрошенные, в целом они довольны Барнаулом, но кое-какие пожелания все-таки есть. Город преобразился, стало больше зеленых мест. Дома реставрируют, особенно какие-то, не знаю, музеи, может быть, новые строят. Не хватает мест, где можно посидеть, самое главное. Вот прям ламочек? Да, ходим и негде сесть. Побольше хороших мест хочется, чтобы можно было... А какие для культуры? Для культуры, конечно, да, хочется погулять, пойти где-то. Не обязательно, чтобы пивнушки, мивнушки эти были, а охота, чтобы какое-то все-таки мероприятие, какие-то более молодежные, для молодежи, чтобы заинтересовывали, хотелось бы. Какой-нибудь интересный развлекательный центр. А те, которые есть, недостаточно? Недостаточно. А чего не хватает? Масштабности, популярности. Медийности. Чтоб в городе у нас подешевле квартиры были. Что можно создать и сделать общими усилиями? Чего не хватает города? Ну, по-моему, у нас самый красивый город. Молодцы стали развивать парки, делать парки. И я думаю, что в том же духе надо продолжать для таких маленьких ребятишек, чтобы где нам было гулять, дышать свежим воздухом. Я в 80-м году заканчивал сельхозинститут. Был он гораздо древнее. Сейчас светлый, чистый стал, гораздо чище. А куда развиваться? Наверное, таким и оставаться. А далее в Барнауле объявили штормовое предупреждение. Сегодня и на всех выходных ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы, град, усиление ветра до 22 метров в секунду. Спасатели просят учитывать эти обстоятельства. У меня на этом все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее узнаем подробный прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...